приветствую друзья вы на канале лаборатория моделизма в рамках моего гайда для новичков сегодняшняя тема будет о выборе первой модели у меня на канале уже есть не одно видео посвященное выбору первой модели в этом я так сказать закреплю уже пройденный материал и все все ссылки на все видео по выбору первой модели для новичков я оставлю в описании к этому ролику этот ролик скорее всего получится не слишком большой потому что еще раз повторюсь у меня уже не одно видео есть по этой теме вот но все-таки в рамках этого гайда так чтобы все было в одном месте записываю еще один по выбору первой модели выбор первой модели это на самом деле важный шаг который может повлиять на ваше увлечение моделизмом слишком сложная модель может разочаровать а слишком простая быстро надо есть и ну поэтому необходим какой-то баланс какие же критерии есть по выбору первой модели ну давайте же их рассмотрим для начала конечно лучше выбирать модели с минимальным количеством деталей и простой инструкции это поможет вам понять основные принципы сборки и не запутаться цена первой модели чем ниже тем лучше не стоит тратить много денег на первую модель выбирайте что-то бюджетное чтобы понять нравится вам хобби или нет тип модели для новичков отлично подойдут самолеты автомобили и танки но автомобили с небольшой ремарочкой вот такие автомобили и скорее всего лучше не стоит потому что у них обильное остекление со стеклением с остеклением работать не просто на новичку поэтому выбирать лучше если автомобиль вас же есть желание то какой-то либо грузовик военный ну то есть минимальное количество стекла либо какой-то военный кабриолет в общем вы поняли что со стеклами новичку лучше не возиться также обращайте внимание на популярность бренда то есть пока вы не ориентируетесь в этом рынке советую выбирать то что является так называемый топовыми производителями известными брендами по-другому потому что есть риск взять какую-нибудь там или смоляную модель или литий низкого давления и в общем будет одно разочарование среди известных брендов но для новичков можно рекомендовать ревел тамия италери эллер и airfix конечно же сразу же многие зрители начнут писать комментарии где звезда где icm до них я чуть позже еще дойду вот те которые производители я перечислил они предлагают качественные хорошо продуманные модели в меру сложные в меру копийные в общем это хороший старт для новичка примеры удачных моделей для новичков из авиации я бы рекомендовал ревел 72 масштабе speedfire mk2 это классическая модель самолета с небольшим количеством деталей и понятной инструкции традиционно для ревела они почему-то на коробке пишут сложность 3 я уже несколько раз объяснял что у ревела очень странная шкала сложности и на самом деле если ее сравнивать со всеми остальными я имею ввиду вот в целом взять ревел и ее шкалу сложности то что она обозначает три зачастую это начальный второй то есть первый переходящий на второй уровень сложности там абсолютно ничего сложного нету то что они обозначают как самые сложные пятерка это простая базовая модель не сложнее той же звезды поэтому вас не должно пугать на коробке сложность третьего уровня там на самом деле она абсолютно не сложная это относится ко всей линейке ревела второй пример из бронетехники italeri pantera модель танка с отличной детализацией при этом не слишком сложная в сборке полунаборные траки да это конечно будет не слишком хорошо но я думаю справиться с ней можно в идеале конечно лучше найти модель который будет полностью с виниловыми траками но и даже с этой italeri pantera можно справиться я не думаю что она вызовет большие проблемы другой вопрос что цена у нее не совсем маленькая но извините это 35 масштаб это большой танк ну как бы есть за что там запрашивать такие деньги но в целом для новичков она пойдет третий пример это двадцать четвертый масштаб элер и много у них в двадцать четвертом масштабе легковушек и не только у них но мне кажется подобрал я интересную peugeot 205 раллийную как по мне интересный прототип ее как минимум собирать будет интересно потому что лично мне не знаю как остальным но лично мне не интересно собирать и не интересен результат вот эти которые обычные там суперкары какие-то собираются там какие-то глянцевые наполированные ну я не знаю что там интересного вот эту раллийную можно сделать боевой обстановочке попробовать ну конечно для новичков я советую собирать пока просто без всяких там дополнений вот ну как по мне интересная модель а теперь переходим к звезде и айси ему потому что я уверен уже кто-то да она пишет напишет комментарий почему их нету если же брать звезду и брать айсием то там подходят для новичков абсолютно все модели ну буквально все но может быть только авиалайнер в 144 масштабе для новичков не стоит потому что там аэрограф нужен и тому подобное но что звезда что и сием это абсолютно не могу сказать простяцкие но не сложные модели которые большинстве своем подойдут все если же например брать я просто не включал их в основной рейтинг ну потому что что-то интереснее хотел предложить ну кто не знает например звезде кто не знает оба семи все они знают там повторяться еще раз и говорит то что и так все знаешь уберите новички берите звезду или 7 само собой разумеется если же что-то посоветовать из модельной линейки то ну я имею до звезды то наверное бы я посоветовал или полуторку или ба-10 взять не сложные модели хорошая практика вы получите она они не не без недостатков но цена небольшая в принципе хорошая модель и за 7 и я бы посоветовал как ни странно 72 масштаб потому что я сам с них начинал у них есть большая линейка уралов и изилов 131 и наверное из них всех я бы посоветовал бм-21 град интересная модель 72 масштаб она не совсем будет маленькая она по размеру будет но чуть чуть меньше вот этой модельки но только я вам сразу советую не делать так как я потому что я ее не красил ну нужно пластик зеленый думаю зачем красить попробуйте ее окрасить и собрать ее прилично даже несмотря на то что это 72 масштаб ну и давайте пройдемся коротко по ошибкам новичков которые с которыми они сталкиваются выбирая свою первую модель новички слишком часто выбирают модели с высоким уровнем сложности полагаю что смогут справиться с трудностями не мудрено посмотрев на форуме я сам с таким часто сталкивался разные группы форумы смотришь такие красивые диорамы такие красивые модели вот хочу собрать такую же самую берешь какого-нибудь танка с наборными траками с фото отравлением и в результате получаешь сплошное разочарование ну то есть выбирая модель смотрите количество деталей смотрите ее деталировку на если это бронетехника смотрите на траки лучший идеальный вариант это виниловые если же наборные то на свой страх и риск потому что ну например я собирал бмд-1 от панды там были наборные траки я вам скажу я их собирал очень долго но это такое себе знаете вторая покупка вторая ошибка распространенная покупка самой модели без учета дополнительных материалов это то что я говорил как я собирал icm овский 72 масштаб я купил модель потом побежал на базар купил клей причем клей был такой звезда и зубочисткой макал очень неудобно тоненький тюбик постоянно по короче не годится вот то есть без красок без кисти без инструмента вот купил модель а все остальное не купил и в результате или пока дойдут руки уже и перехочется поэтому покупая модели рассчитывайте вешу к ней надо будет еще кое-какие и докупить материалы если у вас их нету третий пункт выбор модели слишком большого или слишком маленького масштаба есть модели масштаб 1 к 16 может у кого-то там позволяет финансы и вам собирать вот такие вот покупать точнее вот такие размеры или же наоборот слишком маленький тому например бронетехника в сотом масштабе но сейчас какая вот такая даже не знаю сейчас этот сотый масштаб стал моден его много становится но как по мне куда-то не туда идет развитие мне например не нравится сотый масштаб от слова вообще не вижу ни единого плюса сотого масштаба и новичкам несмотря на то что она стоит очень дешево я его категорически не рекомендую это самом деле это не моделизм это наверное уже ближе к лего начинается там на защелках все собрал такое короче 4 покупка модели которые требуют специфических навыков и интересов ну например корабли с многочисленными мелкими деталями или сложные там диорамы но это уже больше к сборке относится это может привести к разочарованию и потере интереса если сравнивать например с компьютерной игрой что многие подростки делают то представьте если вы будете играть в игру ну просто непроходимо ну и вот просто невозможно пройти она какая-то просто turbo сложная скорее всего вы просто забросите то же самое и с моделями не пытайтесь сначала прямо с наскока собрать какую-то там невероятно сложную но хорошую модель это со временем придет пятое покупка моделей от малоизвестных или некачественных производителей я уже упоминал частично еще раз скажу выбирайте на начальном этапе пути известные бренды томия revel airfix и толери вроде бы ничего не забыл они понятные простые ну так же самое сюда можно включить звезду и icm конечно же шестой пункт покупка модели без предварительного ознакомления с отзывами и рекомендациями это частично перекликается с предыдущим пунктом то есть на обум покупка можете столкнуться с разными трудностями или опять же некачественным продуктом некачественные я имею ввиду литье низкого давления очень сложная будет в сборке модель поэтому перед покупкой читайте отзывы смотрите обзоры чтобы понимать что вас ждет внутри коробки седьмой пункт будет игнорирование уровня детализации это тоже такая частенькая ошибка выбор модели с слишком сложным высоким уровнем детализации для первого проекта я думаю многие сталкивались кто начинал модели с высокой детализации требуют как большего времени усилий ну и соответственно опыта новичков опыта пока нету поэтому не лезьте в те дебри потому что опять же получите сплошное разочарование начинайте с моделей с простого либо среднего уровня сложности и и так вот такое получилось видео не знаю длинное или короткое до монтажа пока еще не слишком понятно потому что не видно сколько она по времени скорее всего что не будет она слишком длинная напоминаю что видео по выбору первой модели для новичков у меня уже несколько есть на канале и я их обставлю в описании к этому видео там более развернутые там рейтинге по моделям для новичков надеюсь вам была полезна эта информация продолжение гайда я думаю на следующей неделе стоит ждать то есть я планирую в районе 10 и 12 серий по этому гайду вот также попрошу вас подписаться на телеграм-канал ссылка на который будет в описании подписаться на канал если вы еще не подписаны ну и как там принято лайки и колокольчики оповещения но в общем вы поняли зашло спасибо большое за внимание и всем пока до новых встреч